Очередное заседание областного исполнительного комитета в режиме видеоконференции. На связи руководители района в области в зале руководства региона города, руководители областных организаций. Первым рассмотрели вопрос о реализации требований директивы президента о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. Особое внимание вопросам охраны труда в различных сферах экономики, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Отмечалось, что из-за различных факторов в минувшем году на производстве погибли 23 человека. Больше всего в Ивацевичском районе. Система управления охраной труда внедрена в 91,4% организаций. А количество работников, занятых на рабочих местах с вредными или опасными условиями труда составило 63,2 тысячи человек. На эти цели в 2022 году организациями было израсходовано более 123 миллионов рублей, что почти в два раза больше по сравнению с 2021 годом. Используются разные варианты предупреждения случаев травматизма на производстве. Один из них – работа мобильных групп. С их помощью выявлено более 30 тысяч нарушений. Мы людям даем шанс, мы даем ему предписание. Но если руководитель не реагирует, или просто он не может среагировать по каким-то причинам, значит, однозначно через тех заместителей, у которых работает сегодня, проверяется предприятие, где работала сегодня комиссия, информировать меня письмами для того, чтобы я помогал вам. Также заострили внимание на гибели людей от иных несчастных случаев. Так, в прошлом году в области произошло 907 пожаров. 77 человек погибли. Несмотря на общее снижение в 2022 году количество пожаров на 7,5% и количество погибших на 22%, количество травмированных людей от пожаров возросло на 67%. Наиболее неблагоприятная обстановка с пожарами сложилась в Пинском районе, где удельный показатель их числа на 10 тысяч населения состоялось 17. Также высокий показатель в Ляховическом 14,9% и Барановическом 14,8% районах. Обращает на себя внимание ситуация с гибелью людей в Пружанском районе, где удельный показатель количества погибших на 100 тысяч населения ставил 29, самый высокий в области. Значительно увеличилось количество пожаров на объектах промышленности, в экосистемах. На воде погибли 82 человека, из них 10 детей. 57 человек в состоянии алкогольного опьянения. Уже в этом году в регионе 14 жертв воды. Пожары. Контингент вы видели все на слайдах. Это все в зоне риска, абсолютно. Это неработающие, употребляющие дети и ведущие, так сказать, аморально-социальный образ жизни. Так? Так. Это как бы ни было, это наша профилактическая работа должна быть. Что касается воды. Всех рыболовов, да, в основном это любители рыболовов. В прошлом году снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Но правоохранители беспокоят состояние дисциплины в агропромышленном комплексе, где 152 преступления совершено людьми в состоянии алкогольного опьянения. В ДТП погиб 91 человек, 407 ранены. Требуется принятие дополнительных мер по активизации и повышению эффективности организации работы постоянно действующих комиссий по другу устройству граждан в взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами. С учетом обозначенной на недавнем совещании у главы государства проблемы увеличения числа несовершеннолетних, признанных потерпевшими по преступлениям против половой свободы, необходимо отметить, что данная проблема актуальна и для Брестской области. Второй вопрос повестки заседания облсполкома – ценовая политика и товарное обеспечение потребительского рынка. Важно отметить изменения структуры товарных групп, оказывающих основное влияние на ИПЦ области за февраль текущего года по сравнению со структурой декабря 2022 года. Из топ-10 наиболее подорожавших товаров ушли молочные продукты, мясо, мясопродукты, рыба, хлеб и одежда. То есть именно те позиции, изменения ценных, которые вызывают особую беспокойность населения. Среди прочих были затронуты проблемы формирования стабилизационных фондов. Что касается стабилизационных фондов, я думаю, что опыт этого года и последующая, то, что сегодня развернутая всесторонняя политика проверки и вникание в эти вопросы, на каких условиях, по каким ценам и какие количества будут храниться стабилизационные фонды у держателя стабилизационного фонда, и кто является выборщиком непосредственно, какие обязанности и ответственности, я думаю, что мы за этот год до сезона заготовки отредактируем. Традиционно на заседаниях Брестского облсполкома в центре внимания вопросы благоустройства и наведения порядка на земле. Глава области Илья Шулейко обратила особое внимание на проведение предстоящего субботника. Юрий Печур, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест». Спасибо.